Мария 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 6 месяц ибо у Бога не остается бессильным никакое слово когда Мария сказала сиэра Бога да будет мне по слову Твоему и отошел от нее Ангел став же Мария в Одиссии с поспешностью пошла в Нагорную страну в город Иудин и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету и когда Елизавета услышала приветствие Марии взыграл младенец в отчревии ее Елизавета исполнила Святого Духа воскликнула Громким голосом ей сказала, благословен ты между женами, и благословен тот чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, загнал младенец радостного чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Бога. Меня всегда поражало смирение Марии, которая идет вниз, будучи уже беременной, и она встречает Елизавету, зная, что она несет в чреве своем Господа Бога, а здесь она посещает свою родственницу для того, чтобы помолиться с ней, поблагодарить Бога за то, что Он дает предтечу. Они говорят здесь, встречаются, думают, наверное, молятся вместе. Но одна вещь, как мне представляется, является очень важной. Мы живем сейчас с вами в мире, в котором возникают вопросы, никогда не возникавшие во времена Марии. Что значит плод чрева? Мы живем в мире, в котором аборт, нравится это кому-то или нет, стал обыденной нормой. Но если мы верим Писанию, и мы видим, как здесь младенец играет в отчреве, то есть с точки зрения Господа Бога на самом деле жизнь начинается не с того момента, когда человек выходит в этот мир, а с момента зачатия. И исполняться Святого Духа, безусловно, может каждая, в ком жива душа. А для этого не надо разумения, для этого не надо то, что сегодня называется развитием личности. И лишний раз мы убеждаемся в этом благословенной встрече, когда Мария встретила Елизавету. И Мириев, или Мария, услышав эти все слова от Господа Бога и встретив Елизавету, поет песню, песню хвалы Господу Богу. «Величит душа моя Господа! И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что призрел он на смирение рабы своей». Важно! Рабы своей. «Ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и святое имя его, и милость его в роды родов, боящимся его, явил силу мышцы своей, и рассеял надменных повышлениями сердца их, и изложил сильных с престолов, и вознес смиренных алчищек, исполнил благ, и богатящихся отпустил нищем, воспринял Израиля отрока своего, и воспомянул милость, как говорил отцам нашим и Аврааму, и семени его до века. Прибыла же Мария с ней около трех месяцев, и возвратилась в дом свой». Вот там, вот выше этих пальм, есть горы, с которых видна могила пророка Самуила. И это не случайно упоминается здесь об этом, потому что Анна и Самуил точно так же, когда она приносила его мир, она была бесплодна. И бесплодность считалась на самом деле проклятием в Израиле, но Господь Бог силен избавить нас даже от этого проклятия. Интересно, что Мириам говорит, или Мириам говорит, что она тоже нуждается в спасении, и поэтому, по определению, она не может не быть грешницей, как все люди, хотя, конечно же, святость ее по сравнению с святостью нашей человеческой, наверное, превосходит, но никто не может достичь абсолютной святости Божьей. Она уходит непосредственно перед рождением Иоанна, а сама была временна уже к тому времени три месяца. Наверное же, она уходит для того, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, когда соберутся родственники, родные и знакомые приветствовать и благодарить Господа Бога за рождение Иоанна. Итак, Мириам уходит, обратно возвращается, по всей видимости, в Назарет, а Елизавета остается в этом месте для того, чтобы, доверившись Господу Богу, родить обещанного сына. Писание говорит нам, что Елизавете же растало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с ними. И восьмой день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его Захария. Еще раз я хочу сказать, восьмой день – это тот день, когда Господь Бог повелел всякому из мужского пола в Израиле проходить обрезание. И мы уже говорили с вами, что обрезание есть знак завета между родителями и Богом, в том, что они обязуются воспитывать своих детей в духе послушания Господу Богу. И согласно еврейской традиции, имя ребенку дается не в момент рождения, а именно в момент обрезания, когда и заключается вот этот завет между Богом Израиля и родителями новорожденного ребенка. Итак, родственники хотели назвать его Захарией. Ну, по нашим временам он был бы Захарий Захарий, ведь что в принципе в те времена было принято у евреев. На сегодня, вот как в сегодняшний день, в 21 веке, да, собственно, и в 20-м, достаточно полудревняя традиция, ей, скажем, несколько сот лет, евреи не называют своих детей именем живых родственников. Но во времена Иисуса традиция была другой. Законы Божьи остаются теми же, традиция чешская меняется. Поэтому ожидание было, что сын должен получить имя согласно одному из родственников. И поскольку Захария был уважаемый человек, то вполне очевидно, они ожидали, что это будет Захария сын, а не Захария отец. Однако, мы видим, мать говорит, нет, мы хотим назвать его Иоанном, или Йоханан. Йоханан на еврейце, буква Йон сначала обозначает Бога, Ханан, утешитель, или однокоренное со словом милость, то есть милость, дарованная с Богом, утешение, дарованное Господом Богом. Но ей отвечают, потому что в свеств следующей еврейской традиции, ей отвечают, нет никого в родстве твоем, кто назывался бы с ним именем, как же мы можем назвать его Иоанном? И думают, а, ладно, мы спросим у отца. Давайте не забывать, что Захария на тот момент был нем, и он ничего не мог говорить, но интересный момент, и говорят, спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел его назвать. Вы знаете, это достаточно интересное замечание, потому что если бы он был только нем, не было бы никакой необходимости изъясняться с ним знаками. Но по всей видимости, и о чем Писание нам не говорит, он был не только нем, он был еще и глух, потому что в ответ на знаки, которые ему стали показывать с требованием, или с призывом, или с предложением, назвать сына не Иоанном, а как-нибудь иначе, он потребовал дощечку и написал, Иоанн, имя ему. Ну, все удивились. Естественно, удивились, нарушалась какая-то традиция, но тем не менее, слово мужа, закон, слово ангела для мужа, праведного, тоже закон, и такчас разрешили с уста его говорить в Писании, и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Почему это произошло? Потому что он был в смирении перед Господом Богом, и был в страхе на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. И все, слышавшие, положили это на сердце своем, и говорили, что будет младенец сей, и рука Господня была с ним. И Захарий, его отец, исполнился Святого Духа, и пророчествовал, говоря, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой, и сотворил избавление ему. И воздвиг рог спасения нам в дому Давида отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, и сотворит милость с отцами нашими, и повинит сватой завет свой, клятву, которой он клялся Аврааму, отцу нашему, дать нам. Небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предвидишь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной и направить ноги наши на путь мира. Малгейец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израиля. Обратите внимание, что в 69 стихе прославляется Давид, то есть отдается должное завету, который Господь Бог заключил с Давидом. Но немножко позднее, в 73 стихе, говорится клятва, которую клялся он Аврааму. То есть, согласно еврейской традиции, прослеживаются все обетования, данные Господом Богом. Аврааму, потом Давиду, и теперь Притеча должен прийти в этот мир, дабы исполнить все обещанное Господом Богом народу Израиля. Интересно, что в Писании также говорит нам о том, что он должен удалиться в пустыню. Некоторые исследователи считают, что удаление в пустыню или погружение в Аскезу отделит его от иудаизма того дня. Я, в принципе, не могу с этим согласиться, потому что в тот день не было никакого иудаизма. Были иудаизмы. Были различные школы. Если мы проследим то, что касали Флавий и другие исследователи того времени, то мы увидим, что у одних фарисеев было несколько разных видов. То же самое касалось всех других течений. Искариоты, или Сикарии, Зилоты, Саддукеи. Огромное множество течений. Мы имеем возможность говорить об иудаизмах того времени или о фарисеизмах того времени. Кстати говоря, жить в Аскезе это было одно из направлений иудаизма того времени. Иссеи точно так же, как и имели право какие другие направления в иудаизме существовать, а они давно ушли из Иерусалима для того, чтобы жить именно в Аскезе. Некоторые связывают последующую жизнь Иоанна именно с этим течением Иссеев. Трудно сказать, так ли на самом деле или нет. Однако, одно можно утвердать с достоверностью. Иоанн никогда не отказывался от иудаизма вообще. Он, как и прочим, Иисус, позднее его противостояли определенным течением в иудаизме. Ну что ж, как говорится, два еврея, три мнения. Во времена Иисуса и Иоанна, наверное, на восемь евреев существовало двадцать три мнения. Но, пожалуй, это одно из прекрасных вещей, которое мне хотелось бы видеть не только в иудаизме, но и в христианстве. Потому что единство вовсе не предполагает единообразие. Мы все должны быть едины именно потому, что мы различны для того, чтобы стоять в главном, в одном и быть различными в разных вещах. Именно таким образом проявляется настоящая любовь. Ибо нет никакой заслуги в том, чтобы любить тех, которые похожи на тебя. Разве не так поступают язычники, говорит нам Писание? Будем уподобляться Господу Богу и будем следить за путем Иоанна и Господа нашего Ешуа. Да благословит вас Господь Бог! Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарий.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий. Субтитры создавал DimaTorzok